Итоги этой недели в информационной программе «Заполярный вестник» Все самое интересное у моих коллег в студии Антон Парахин. Здравствуйте! По нанимателям вопрос решается. Администрация идет и навстречу, учитывая, что обстоятельства жизни у них немножко особенные. Жильцы аварийного дома номер 11 по улице Парерки дождались переселения. Однако их радость оказалась преждевременной. Почему? Узнал Денис Суховаров. К сожалению, бизнес в городе достаточно сложный, непредсказуемый. И вот, есть там груз, нет там груза, мы все равно здесь расходы постоянно, потому что хлопья работает, потребляет топливо, электронарь, людям надо платить зарплату. Новая волна в развитии. Станет ли прибыльным на Рьенмарский порт? В репортаже Дмитрия Щепанова. Я смотрю на ребятишек, одетых в карнавальные костюмы. Я смотрю на взрослых, которые не стесняются быть смешными. Старый Новый год на коньках. Красочное шоу «Маскарад» прошло во Дворце Спорта Труд. Рьенмар начал подготовку к встрече высоких гостей. В конце августа в окружную столицу пройдет международная конференция по безопасности в Арктике. Такое решение принято Министерством ЧС России и правительством страны. Во время проведения конференции ожидается приезд иностранных делегаций, участников арктического сообщества. Кроме того, планируется и торжественное открытие нового спасательного центра на территории города. Мы все вместе приложили немало усилий, чтобы этот спасательный центр начал строиться. Более того, коллеги, мы софинансируем из бюджета этот проект, из бюджета Ненецкого округа. Ну и мы рассчитываем, что подразделение этого спасательного центра, Древнерского спасательного центра, появится в Андерме. Уже несколько месяцев продолжается эпопея с переселением людей из аварийного дома по улице Пырерки 11 в Нарьинмаре. Шесть семей уже переехали в новую квартиру, однако некоторые жильцы до сих пор остаются в старом здании. Их судьба неясна. В сложной ситуации попытался разобраться наш корреспондент Денис Суховаров. Дом на улице Пырерки 11 в пору называть историческим памятником Нарьинмара. Построенный в 1936 году, еще во времена образования города, он пережил много событий и катаклизмов. Несмотря на это, здесь до сих пор живут люди, и переселять их стали только сейчас. Из старого здания жильцов переселили сюда, в новенький дом по Первомайской, 34. Большинство людей переехали сразу, и только две семьи не захотели переселяться в новые, но меньшие по площади квартиры, продолжая стоять на своем. Такие истории сейчас Нарьинмаре не редкость. Жильцы хотят получить просторные квартиры. У городских властей это жилье в дефиците. И чиновники ломают голову, где его найти для всех нуждающихся. Оставшиеся в аварийном здании Пырерка 11 люди не согласились с условиями переселениями. По словам жильцов, поначалу замен старых квартир им предлагали равнозначное и даже большее по площади жилье. Однако затем ситуация изменилась. У нас квартира в нормальном, отличном состоянии. Ну, как отличном? Относительно отличном состоянии. Мы делали сами ремонт всегда, меняли рамы, двери, полы. У нас все нормально. У нас стоит ванна, котелок, горячая-холодная вода. У нас как бы нет таких особых проблем. Ну и переселяют меньшие по площади жилье. Меньшие по площади это примерно на 10 метров квадратных. В квартире, где прописано 6 человек, на счету буквально каждый сантиметр. Неудивительно, что эта семья ожидает других предложений от городской администрации. Тем более, что согласно жилищному кодексу, им обязаны предложить жилье по площади не меньше предыдущего. По нанимателям вопрос решается. Администрация идет им навстречу, учитывая, что обстоятельства жизненные у них немножко особенные. А по собственникам, ну если собственники не соглашаются на трехкомнатную квартиру на Первомайской 34 и каким-то результатом переговоры не приведут, то придется обращаться в суд. Собственники – это вторая оставшаяся в доме семья Дребко. По словам хозяйки квартиры, вначале им также предлагали равнозначное по метражу жилье. И было даже подписано соглашение. Однако затем в городской администрации снова все переиграли. И сказали, достаточно трехкомнатной квартиры. Насчет этого я, конечно, не согласна. Потому что получается на 10 метров жилой площади меньше и где-то примерно на 17 метров полезной площади. По словам Ноны Дребко, недавно она все-таки подписала новое соглашение. Однако ключей эта семья пока так и не получила. Вот и вопрос, когда оставшиеся жильцы переедут из старого деревянного в новый кирпичный дом, пока остается открытым. Морской порт – будущие перспективы. И несмотря на то, что предприятие переживает не самые лучшие времена, ситуация понемногу стабилизируется. По крайней мере, банкротство на Ринмарской гавани уже не грозит. Будет ли компания приносить доход или это всего лишь популистский миф, выяснял Дмитрий Щупанов. Наринмарский морской торговый порт пережил практически второе рождение. Против него несколько раз возбуждались процессы о банкротстве. В картотеке арбитражного суда хранятся дела, инициаторами которых были Наринмарская электростанция, Наринмарокргаз и налоговая служба. Одно из этих дел дошло до второй инстанции, но каждый раз заявители получали отказ. Не таким отчаянным оказывалось положение гавани за полярной столице, как хотели видеть кредиторы. Для того, чтобы возбудить дело о банкротстве против естественной монополии, какой является Наринмарский морской торговый порт, нужно располагать целым рядом аргументов. В частности, это возможно только в том случае, если сумма долга компании превышает полмиллиона рублей, и гасить этот долг нечем. Сейчас активная задолженность порта составляет 23 миллиона рублей. Из них 18 миллионов – долги налоговой и страховщикам, а 5 миллионов – поставщикам. Порт все еще работает в убыток, то есть продолжает копить долги. И причина этого лежит не в Наринмарской гавани, а куда восточнее. Центр бизнеса Наринмарского порта смещается на Варандейский терминал. К сожалению, бизнес на Варандее достаточно сложный, непредсказуемый. Вот, есть там груз, нет там груза, мы все равно несем расходы постоянно, потому что платран работает, потребляет топливо, электронарь, людям надо платить зарплату. Если бы Варандей работал в полную силу, порт рассчитался бы с долгами еще в прошлом году. Однако до запланированных показателей нефтяники не дотянули. Из-за этого терминал принес убытки на сумму в 7 миллионов рублей. Но руководство порта вскрыло серые схемы вокруг нефтяного терминала, что сэкономило компании 20 миллионов. Больше, чем стоит годовое содержание объекта. В целом, руководство гавани обещает сокращать текущие расходы и обойтись без повышения тарифов. Мы не только в 2013 году, но и в 2014 году тарифы не повышали и не будем повышать. Главная для нас стратегия – это наращивание объемов, снижение расходов. Против Наринмарской гавани играет конъюнктура рынка. Грузооборот в арктических портах снизился почти на 6% по итогам прошлого года. А наливные грузы и вовсе бьют рекорды. Их количество снизилось на 20%. Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Не стоит так уж трагично принимать снижение объемов перевалки грузов в арктических морских портах. Потому что есть определенные ориентировки. Что касается портвана Наринмаром, естественно, что главная надежда Наринмарского порта – это углеводородный проект на арктическом шерке. Если будет увеличиваться выручка у порта, если будет через него больше грузов в перевале, то он на этом будет зарабатывать. Но наверняка я так подозреваю, что какой-то, естественно, какой-то льготный период, какое-то замораживание, допустим, возврата кредитов – все какое-то должно существовать. В противном случае пока нет такого, что позволил вам порту просто помырание волшебной палочки стать прибыльным. Безоблачным будущее морпорта назвать нельзя. Но погода в Арктике, как известно, меняется часто. Выйдет ли компания в прибыль, не повышая тарифы, зависит только от руководителей предприятия. Прозрачный аукцион «Ненецкий округ» занял третье место в национальном рейтинге прозрачности закупок по северо-западу России. В этом сообщила на расширенной губернаторской планерке начальник управления госзаказа Ненецкого округа Елена Коваленко. Региональные участники оценивались по различным критериям, таким как среднее количество поставщиков, допущенных к участию в торгах, и доля заказов, размещенных путем проведения торгов. Главным фактором, влияющим на оценку закупочной деятельности, стало соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности. За прошедший год в нашем округе было проведено более 300 закупок на общую сумму более 2 миллиардов рублей. При этом экономия бюджетных средств составила порядка 160 миллионов рублей. Абсолютное большинство госзаказов было размещено в форме электронных аукционов, так как они считаются наиболее прозрачным способом размещения заказов. Таким образом, Ненецкий округ стал 21-м по России и 3-м по северо-западу, уступив лишь Карелии и Санкт-Петербургу. Яркие, необычные, веселые и непринужденные. Такими увидели жители Нарьенмара, руководители администрации округа, депутатов и госслужащих на традиционном губернаторском балу. Проходным билетом на праздник стал маскарадный костюм, а принять участие в нем могли все желающие. На необычном шоу побывал и наш корреспондент Денис Суховаров. Подобное шоу в Ненецком округе состоялось уже в четвертый раз, однако впервые губернаторский бал маскарад прошел в Ледовом дворце. Раньше он проводился под открытым небом, но многих людей отпугивали сильные морозы, да и не каждый костюм приспособлен к холодам. А потому неудивительно, что нынешний ледовый бал маскарад собрал очень много желающих, но все оказалось под контролем, ведь на мероприятии был главный судья. Не будем, всех пускаем, ну да, сегодня в костюме главного судья, теперь я здесь главный. Будете контролировать весь процесс, да? Да, даже есть свисток, чтобы все было в порядке, не было никаких инцидентов, чтобы было безопасно для всех и спокойно. Зайцы и волки, принцессы и кощи бессмертны, зоры и пираты. Сказочные персонажи мирно уживали с дикими животными и героями комиксов, а император с императрицей медленно и не спеша к Кападабае царским особам прогуливались по ледовой арене. У меня костюм не гумератрицы. А мне июзово, Боже. Как вы себя вот в таких одеяниях ощущаете? Величие, наверное. Конечно, ощущается. Абсолютно естественно. Все это стало возможным благодаря участию окружной администрации и лично губернатора Игоря Федорова, который, несмотря на статус, сам вышел на лед. Организовать такое мероприятие задача не из легких. Желающих было больше, чем могла принять ледовая арена. Поэтому на площадку пускали небольшими группами, чтобы хрупкое покрытие не разрушилось и не спровоцировало несчастный случай. Но даже на этот случай на празднике было предусмотрено все. Бригада врачей бдительно следила за отдыхающими. Руководил же всем этим великолепным губернатор, узнать которого было не так-то просто. Глава региона на день стал бывалым морским волком. Вы как морской волк контролируете ситуацию сегодня? Конечно. Конечно. Да я еще и АТП. Я очень доволен. Я смотрю на ребятишек, одетых в карнавальные костюмы. Я смотрю на взрослых, которые не стесняются быть смешными. И в этом ничего такого нет. Но надо иногда уметь смеяться над собой. Главными героями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка. Участники бала увидели показательные выступления фигуристов, концертные номера, а также приняли участие в многочисленных конкурсах. Элегантность и шик, тайны, сюрпризы и забавные падения. Все в один голос отметили, что маскарад прошел на ура. А праздничный вечер подарил участникам незабываемые эмоции. А в Сыктывкаре прошел юбилейный фестиваль комикультуры Василей. 20 лет назад три композитора из Усть-Куломского района, три Василия, Гущин, Чувюров и Ладыгин решили собрать музыкантов, поэтов и исполнителей, чтобы привлечь внимание к современной коми-песне. Так родился известный в республике культурный праздник. 20 лет назад три композитора из Усть-Куломского района, три Василия, Гущин, Чувюров и Ладыгин решили собрать музыкантов, поэтов и исполнителей, чтобы привлечь внимание к современной коми-песне. Так родился известный фестиваль. Любое великолепное произведение, будь то Мендельсон, Грик, Паганини, мы их слушаем уже вечность, но это приедается. Необходимо что-то новое, новый музыкальный язык, музыкальные формы, новые исполнители. С того времени многое изменилось. У фестиваля появилось профессиональное оборудование, свет, декорации, но самое главное, по-новому зазвучали коми-песни. Повысилось мастерство композиторов, песни стали более изысканные, что ли. Более мудрыми стали и участники, знают, как понравится жюри. Александр Кузнецов знает точно, как завоевать публику. Два года назад с песней «Быстрые сани» он взял приз зрительских симпатий. В этом году его зажигательные валенки вновь покорили зал. «Поется о наших родных валенках. Добрые слова. Очень веселая песня. Людям же хочется веселья». «Ой, коми-песня вообще очень-очень хорошая. Есть настолько задушевные, их настолько с душой поешь. Песня очень хорошая. Песни нам нравятся». В репертуаре коллектива «Эжинские зори» эти песни любимые, хотя коми-язык для артистов не родной. «Написано по-русски, но нам же надо правильно делать произношение. Вот, допустим, я подхожу к своей напарнице, к Людмиле, она меня уже учит. Все эти словосочетания, чтобы было…» «Да, как произносится. Ща, вот эти все. И вот мы так и учим. Да, обязательно. Мы пишем вот, вот мы так пишем, читаем и поем». «Два года подряд никому не доставался Гран-при фестиваля. Нынче главная награда Василия все-таки нашла своего хозяина. Ее получила песня Петра Шучалина и Константина Сердитова «Асыв бара локтис». Снова пришло утро. «Бара локтис, шонды быти, пачелон тис». На первом Василее Петр Шучалин исполнял песню о Райде, которая затем стала популярной. И вот, спустя 20 лет, на сцене продолжение истории. «Мне стало интересно, как вот сейчас живет Райда, замужем за князем. Я обратился к своему другу, поэту из Обячева, Константину Сердитову. Говорю, давай напишем песню о жизни Райды 20 лет спустя». Впервые праздник «Коме песни» принял Сыктывкар. По мнению организаторов, это позволило собрать гораздо больше зрителей. К тому же в Усть-Куломском доме культуры не успели закончить ремонт. Глава района Дмитрий Шатохин пообещал жителям показать мини-василей. «Я уже своим специалистам, работникам предложил, чтобы одни из лучших номеров мы постарались перевести на открытие нового клуба, отремонтированного, и тем самым показать нашим зрителям». Со сцены неоднократно звучали предложения о переводе фестиваля в Сыктывкар. Однако Василей все-таки решили оставить в Усть-Куломе. И 21-й по счету праздник пройдет на родине. Константин Куратов, Любовь Королева, Наталья Муравьева, Владимир Шишкунас, Дмитрий Ведерников. Телеканал Юрген, Сыктывкар. «Я здесь родился, здесь мне жить» стартовал очередной литературный конкурс этнокультурного центра. В этом году он посвящен 80-летнему юбилею поэта-писателя Василия Литкова. Ежегодное участие в конкурсе принимают писатели и поэты не младше 8 лет. На суд жюри могут быть представлены стихотворения, поэмы, рассказы и очерки. Главное условие – наличие в произведении национального колорита. Работы авторов принимаются на русском, ненецком и коми-языках. В печатном электронном виде до 30 марта. Ну а 4 апреля будут подведены итоги и награждены победители. Лучшие произведения будут публиковаться в «Альмонахах», «Молодые», «Голоса тундры», «Пунушка» и «Лито заполярье». Сейчас готовится увидеть свет пьесы, которые в прошлом году поразили членов жюри. Поразило особенно драматургические произведения. То есть Матрёна Ивана Натальеева, допустим, написала две пьесы на ненецком языке. Прекрасные. Мы сейчас будем их публиковать в «Альмонахе и Лито заполярье». Зимняя дорога на Янмарусинск в хорошем состоянии. С 2012 года устройством и содержанием сезонной дороги занимается администрация Ниньского округа. Общая длина нашего участка составляет чуть меньше половины всего зимника. Это 67 километров, то есть 76 километра до пункта отдыха водителя «Шапкинская». Сегодня на всем протяжении дороги беспрепятственно могут двигаться любые типы автомобилей, в том числе легковые. Накатанная трасса относится к третьей категории зимних дорог. Ширина проезжей части 6 метров, дорожного полотна 9, пропускная способность 150 автомобилей в сутки со средней скоростью 50 километров в час. В среднем водители преодолевают зимник за 6-10 часов. Кто-то говорит о том, что зимник хороший, кто-то говорит, что в прошлом году был лучше. Но на самом деле определяет погодные условия, которые были в этом году. Малый снежный покров, он сказался. Это сказалось на том, что тот рельеф, естественный рельеф на нашем участке автозимника, который имеет неровный характер и неровность, значит, малый снежный покров, не позволил в полной мере сгладить. Дорожные службы напоминают водителям, что отправляясь в путь по зимней дороге, нужно соблюдать определенные меры безопасности. Главное следить за погодными условиями, ни в коем случае не выезжать на зимник во время метели. Сейчас обсуждается вопрос об установке пропускного поста в начале зимника в период непогоды. Автомобили просто не выпустят на опасную дорогу. Конкурс на лучшую идею проведения ежегодных соревнований «Бурандэ» объявлен. Каким будет праздник в этом году, могут решить сами жители Ниньского округа. Для этого достаточно поделиться своей идеей с оргкомитетом соревнований. Подробнее об условиях конкурса в нашем следующем материале. «Бурандэ» можно по праву считать визитной карточкой нашего округа. Соревнования на снегоходах – это всегда яркое и зрелищное мероприятие. В 2013-м пройдут уже 17-е гонки. Ежегодно программа меняется, повышается значимость состязания. Одно остается неизменным – стать победителем всегда почетно. На кону стоят и такие призы, которые действительно и почетно выиграть, поучить их и действительно показать, насколько ты силен, насколько ты можешь совладать с «Бураном», как ты можешь им управляться. Это действительно для каждого спортсмена. Это успех и гордость за то, что он выиграл. Сегодня у каждого появилась возможность принять участие, если не в самих соревнованиях, то хотя бы в их организации. Все желающие могут предложить свои идеи по проведению праздника. Чем нестандартнее окажется проект, тем больше шансов на победу в конкурсе. Свои идеи можно отсылать на электронную почту по адресу или позвонить по телефону 4-23-44 с 15 до 17.00. Подробную информацию можно узнать на сайте администрации округа. У нас ведется реестр предложений. Каждое предложение записывается под номером. Нам нужно обязательно, чтобы авторы предложения оставляли свои координаты, потому что потом лучших авторов предложений, которые будут отобраны и реализованы, их наградят ценными призами. Еще одно условие – реализуемость проекта. При разработке идеи стоит помнить о финансовой стороне и погодных условиях нашего края. Предложения будут приниматься до 28 января. Несколько человек уже приняли участие в конкурсе. Как сообщают организаторы, большинство поступивших предложений касается организации детского отдыха. А наиболее интересным на данный момент считают проект Андрея Кислякова с Харегинского месторождения, который предложил поменять место проведения праздника. Такой запомнилась эта неделя корреспондентам телеканала «Север». Итоги следующие. Как обычно, в воскресенье в 10 утра, час дня и 8 вечера. До встречи.